Ещё одно интересное событие этой недели — визит с Кобеевой к Лукашенко. Взяла она у него интервью, но самое интересное — опубликовала у себя вчера в Телеграме фото, сейчас попрошу его показать, что она собралась в Киев. Пишет, что стоит на границе, до Киева 200 километров, скоро. Что она не угомонится никак? Она же сейчас сама на своих ток-шоу рассказывает о том, что у Украины есть много оружия, что не нужно их недооценивать, что скоро вообще дадут и ядерку, но в Киев всё-таки она хочет. Я вам хочу сказать, что Алексей Громов, это замглавы администрации президента, совсем её не щадит. Этот известный кукловод, который натягивает их всех подобных куклей, перчатки и как телесуфлёр контролирует не только всё сказанное, но, по-моему, даже мимические морщины, которые при этом изображают эти резиновые мордочки. Вот что-то не пощадил он её совсем. И, главное, лук, который он ей приспособил, какой-то, надо сказать, прям тревожный. Ей бы куда больше этой ефрейторши, я бы даже сказала, такой гестаповки, подошла бы та самая парадная форма, с которой уже как-то раз, год и три месяца с лишним тому назад, пытались двинуться, тоже что-то такое бурча, и были после этого аккуратно разложены по гробам, ну, кому повезло, кому не повезло, менее аккуратно по полиэтиленовым чёрным мешкам, и в дальнейшем их родственникам было предложено рассортировать эти мешки и выбрать, какой арчатиной положено. Вот, мне кажется, что она должна была бы, как настоящая ефрейторша, держать марку и вот не скукоженно в какой-то там камуфляжной форме прячась и, можно сказать, так сказать, тропами где-то там, выполняя как-то, ну, без энтузиазма задание Громова. А пусть бы она уже действительно явилась в каком-то ярком одеянии, как она это обычно делает на своих вот этих помоечных шоу. Ну и, соответственно, её было бы, конечно, проще и быстрее можно таким образом установить, идентифицировать, ну и, естественно, что отправить ровно по уже, так сказать, проторенной другими дороге обратно, как я уже сказала, зачастую в полиэтиленовых чёрных мешках. Тут я должна сказать, что Путин сам же заказывал полиэтиленовые чёрные мешки в количестве 45 тысяч ещё до начала полномасштабного вторжения. Так, он оценивал приблизительно, видимо, предполагая, что в один мешок можно запихнуть до четырёх. Ну вот, так сказать, видимо, мешки закончились, и тут на помощь пришли мобильные крематории. Как я думаю, разница между настоящими потерями в живой силе и тем враньём, заниженным, которое распространяет Путин, связана как раз с нежеланием выплачивать семьям ничего абсолютно в виде компенсации, поэтому гораздо выгоднее сжечь их в мобильном крематории, а всем там родственникам, какие бы то ни было, какие-то там, я не знаю, ещё у них остаются, вроде как, ну, кто-то ещё кого-то ищет, бывает и такое, может быть, именно ищет белую ладу или ещё какие-то там формы оплаты, но для того, чтобы не рассчитываться за эту вот предоставленную государству, они, конечно, говорят, что пропал без вести и нечего наговаривать, и вот, и кощунничать, и рассказывать, будто бы он сдох. Так что тут большое, большое, так сказать, поле для выбора, как именно может закончиться подобное вылаз-то, но именно то, что она в таком неприметном образе Луки, или, как это сказать, костюмчики, туда прибыла, во-первых, я думаю, что она, конечно же, врёт по поводу локации своей, уверена, что она бы никогда не осмелела до такой степени, она бы даже в этом костюме не доползла, ну и разве что за ней бы шли бы ФСОшники с путинскими чемоданами, вот, тогда, может быть, она бы, так сказать, откладывая в каждую из них кучу каждые два метра, но и то сомневаюсь, что её можно было бы догнать туда даже при помощи заградотрядов, мне кажется, она бы всё равно в какой-то момент прямо встала бы и пошла бы дальше, говоря только ме-е-е, вот, и поэтому могу сказать только, что даже туда, куда она добрела в этой форме, всё равно выглядит, конечно, это крайне, так сказать, как-то бледно, бледно, да, но... Можно было постараться поярче. Не хватает, не хватает, ей, кроме яркости, так сказать, собственного, костюмчика не хватает, ещё и свиты. Вот как бы там с ней рядом вот смотрелся бы ещё Ландрас, Соловьёв, Попов её супруг, потом Симонян, Манучаров, в конце концов, с Красовским, Корчевников. Вот вы понимаете, вся вот эта их компания, весь этот помоечный балаган, во-первых, перестал бы терзать остальных и сами бы они перестали терзаться неизлечимыми заболеваниями. Думаю, что по известному рецепту от ВСУ они бы, это сказать, перестали распространять заразу, как информационную, так и просто обыкновенную. Мария, если костюмчика яркого не было, то были у неё яркие эмоции, от этого визита в Беларусь. И она рассказала о том, что теперь у Беларуси же появилось ядерное оружие и Лукашенко, по его словам, может применить его в случае необходимости в течение 30 секунд. Слушаем. Ну, чуть-чуть потерпим. Победа будет за нами. Всё будет хорошо. Итак, тактическое ядерное оружие российское уже частично находится на территории Беларуси. Где появится это оружие, где оно уже появилось, разумеется, белорусская государственная тайна, но, как вы только что слышали, Александр Григорьевич мне вроде бы обещал показать, предварительно завязав мне глаза. Ну, понятно, с чем это связано. Ну, как только что стало известно, если надо будет нанести ядерный удар, 30 секунд. Поднимает трубку, звонит Путину, с Путиным на связи 2-4 на 7, и удар будет нанесён. Ну, лучше бы, говорит, обойтись без этого. Если потребуется, будем бить. Говорит, обещал показать, но при этом закроет ей глаза какие-то уже сексуальные игры. Но в итоге о том, что позвонит Лукашенко Путину, он с ним якобы 24 на 7, а как? У Путина же телефона нет. То есть, вообще-то, она ехала в Минск, но поскольку для бешеной собаки 7-верстный крюк, она решила ещё и сфоткаться. Ту фотографию мы с вами разобрали. Я верно понимаю, что это в рамках предпринятого вояжа к Лукашенко всё происходит? Да-да-да. Ну, что касается Лукашенко, то понятное дело, что Бульба-фюрер взялся, так сказать, за старое и за старого, так бы я сказала. Он ещё в ельцинские времена высиживал свои собственные приёмные во всех подряд в надежде, что его как-то, знаете, в нём увидят потенциал на большой трон и в какой-то момент он даже стал совершать разные, так сказать, поездки по городам и весям и это очень не понравилось Ельцину, так как вот этот задорный, так сказать, усатый обладатель справки из психдиспансера кое-какому маргинесу и кое-какому приходился очень даже по вкусу в российской глубинке, поэтому его оттуда просто вымели поганой метлой и, соответственно, указали ему на картофельные поля, дальше которых велено было не распространять свое нечеловеческое обаяние обозной маркетанки. Но таким образом тогда его выдворили из российской политики, однако как старый и опытный волк или старая и опытная обозная маркетанка, он почувствовал, что в общем-то уже кремлевский так сказать дряхлеет, менее бодлив он стал и тот решил поэтому уже теперь с ним сблизиться. Есть такие животные, которые игуаны, которые когда заводчик так сказать думает, что они с ним ласковые, на самом деле это игуаны не сопоставляя мизерность дозы своего яда и размер человеческого тела, думает, что вот она уже прикусила, а теперь она сидит и ждет, пока жертва заснет, чтобы потом ее сожрать. А некоторые это как-то наивно воспринимают за заботу и ласку и говорят, какое ласковое животное, однако, это игуана. Правда, немножко укусила, но это мелочь, а потом часа три не отходила, такая нежная. В общем, это тоже такого рода, знаете, ну, как бы то изображать из себя такую верную приживалку собеседницу при умирающей барыне-старухе теперь стал Лукашенко, и поэтому он, конечно, это в доступе 24 на 7. Вот все думает, что дряхлеющий кремлевский фюрер уже не тот, и поэтому, во-первых, он уже и безопасен, а потом, как знать, может, из последних сил все-таки постарается бульбофюрер влезть на вот этот самый трон по праву, так сказать, находившегося ближе всего к другу. То есть он, конечно, какие-то подобные планы в своей башке, или, так сказать, точнее, черепной коробке возможно и вынашивает, не будем забывать, что все-таки недаром выдали-то ему справку в свое время. Наверняка мания величия была одной из пунктов содержания этой справки. Поэтому он, конечно, будет сейчас изображать вот эту свою готовность постоянно быть 24 на 7 у Путина в распоряжении. Но дело в том, что у него другая проблема, она, мне кажется, гораздо более для него должна быть опасной. Он же так или иначе все равно пытается сбалансировать и балансирует по той причине, что как только если вдруг допустим Путин бы его все-таки заставил тянуть белорусскую армию в войну, то у Лукашенко оказалась бы ситуация, при которой, конечно же, скорее всего, его армия свергла бы его самого. И вот он, находясь в молотом наковальне, поэтому в такой сложной находится позиции. И я думаю, что тут тоже есть определенные ну, скажем так, определенные возможности для тех белорусов, которые сражаются в составе иностранного легиона. Не будем забывать о недавних успехах РДК и легиона свободы России в Брянской и какой-то еще области. В Белгородской, верно. Вот, мне кажется, повторить подобный успех могли бы те войны света, которые сражаются в составе иностранного легиона ВСУ. И вот, можно было бы несколько, так сказать, сподвигнуть, что ли, вот тех в какой-то степени уже метущихся, ну, как бы солдат, может быть, я не знаю. Там разное было из Белоруссии. Много кто возмущался. Там все-таки уровень протеста выше, чем в России. Это мы, кстати, наблюдали в те месяцы после того, как Лукашенко украл выборы у своего народа, стал узурпатором власти, присвоил себе несуществующие результаты. Вот, поэтому я думаю, что вот если бы белорусы, которые уже имели возможность последние годы и три месяца повысить свою воинскую квалификацию в составе иностранного региона ВСУ, двинулись бы и повторили успех РДК и региона Свобода России, то это бы, конечно, придало бы, знаете, какого-то в этой уже несколько такой, в этой белорусской какой-то такой стагнирующей болотистой ситуации, придало бы какой-то инициативы, драйва, куража, вот его не хватает.